28 марта 2020 года 33-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, двигаясь на автомобиле ГАЗ, совершил ДТП. Мужчина столкнулся с автомобилем Ситроен под управлением девушки. Автоинспекторы отформили в отношении него два административных материала. Однако через два дня на этом же автомобиле ГАЗ водитель совершил еще три ДТП, в которых повредил четыре автомобиля. Мужчина не остался ни на одном из мест происшествий, как того требуют правила дорожного движения. К счастью, ни водители, ни пассажиры поврежденных автомобилей не пострадали. Тверские автоинспекторы нашли и задержали мужчину, а затем доставили его в отдел полиции. А после какого из ДТП вас избили? Из четырех-то? Из трех. Из трех, простите. Начали наносить побои мне на Коминтерна. Потом на Петербургском шоссе меня уже капитально вообще... А про третье ДТП я даже и не знал, что у меня тут ДТП было. Я просто не заметил его. Понятно. А как можно просто не заметить ДТП? Ну... Как можно заметить ДТП? Я разворачивался и бампером сверху мог задеть бампер другой машины. И вот, все. Так и вышло. Понятно. Но вы знаете, что согласно правилам дорожного движения вы должны сообщить о ДТП? Почему вы скрылись-то? Потому что били меня, я поэтому и скрылся. Ну, вам никто не мешал позвонить и рассказать об этом по 02? Что вас били, что вы совершили ДТП и так далее? Ну, как-то не пришло в голову после второго ДТП особенно. А после третьего? А, и третьего, я же не заметил третьего. Скажите, пожалуйста, вы имеете водительское устранение? Нет, не имею. То есть вы садились за трассовое средство, за управление трассовым средством? Да, не имею. При этом не имею водительского устранения? Нет. Почему? Потому что люблю водить машину. В отделе водителю стало плохо, после чего он был направлен в больницу. Там он попытался сбежать, однако был пойман сотрудниками полиции и возвращен в медицинское учреждение, где врачи определили его состояние как здоров. При доставлении обратно в отдел полиции водитель опять попытался сбежать, но опять был пойман и благополучно доставлен в пункт назначения. В ходе трех судебных заседаний по административным делам об оставлении мест дорожно-транспортных происшествий и мужчине назначено наказание в виде трех суток, семи суток и еще семи суток административного ареста.